Самолёты российской авиагруппы сейчас наносят удары только по позициям террористических группировок ИГИЛ и Джабхатан-Нусра. Речь идёт, подчеркнули в Минобороны, об укреплениях в провинции Хомс, Дейр-эс-Зоре и Ракке. Лидеров независимых вооружённых формирований, которые не готовы вести прямые переговоры с Дамаском, убеждают сложить оружие сотрудники Центра примирения на авиабазе Хмеймим. В зоне действия перемирия уже около полусотни населённых пунктов. И оттуда репортаж Алексея Баранова. В это туркоманское село Аль-Аи-Сауие российские офицеры-переговорщики приехали по просьбе местных властей. Сумевшие сплотиться, создать отряды самообороны и отбиться от террористов ИГИЛ и Джабхатан-Нусра жители, теперь решили присоединиться к инициированному России и США перемирию и взять на себя обязательства по прекращению огня. Мы живём в добром мире со всеми соседями, готовы всем помогать в борьбе с боевиками. Ценим помощь России, в том числе и работу российских лётчиков, благодаря которой, наконец, наступил перелом в этой войне. Мы осуждаем действия Турции и скорбим по вашему погибшему от рук террористов-пилоту. Так многолюдно на центральной площади села, пожалуй, не было все годы войны. Уверенность людей в том, что Сирия сохранится как государство, и террористы будут уничтожены всё сильнее. Каждый пятый молодой человек из этого села пошёл служить в регулярную сирийскую армию. Мы бежали от боевиков, которые разграбили наш город и убили много жителей. Здесь, в этом селе, нам предоставили кровь, еду. Но на этот момент мы просто не можем найти работу. Война должна прекратиться как можно быстрее. Нам надо возвращаться домой. В руках у селян государственные флаги Сирии и портреты президента страны Башара Асада. Все говорят о ключевой роли России в том перемирии, которая постепенно охватывает всё больше районов страны. Очень многое здесь теперь зависит от позиции России. В войне наступил перелом. Сейчас важно, чтобы мир уже навсегда сохранился на тех территориях, которые уже освобождены от террористов. Мы очень рассчитываем на дальнейшую помощь России. До границы с Турцией здесь не более 20 километров. И то, что все годы войны село удавалось защищать от боевиков, местные жители считают практически чудом. Я вижу по телевизору, как разрушена большая часть сирийских городов и сёл. Слышу про зверство террористов. Можно только молиться за то, что наши дома остались невредимыми и здесь нет войны. В координационном центре, расположенном на российской авиабазе Хмимим, между тем, сообщили о ещё восьми командирах вооружённых формирований, которые решили присоединиться к режиму прекращения огня. Все они действуют в провинции Дыраа. Всего же к мирной инициативе России и США уже присоединились более 30 полевых командиров. Руководители почти 50 населённых пунктов подписали соглашение о перемирии. Процесс, похоже, стал необратимым, даже несмотря на тот факт, что имеют место отдельные нарушения режима прекращения огня. Алексей Баранов, Виктор Приходько и Геннадий Корнеев. Вести. Сирия.